Аллилуйя! Всех приветствую! Приветствую всех, кто здесь собрался, приветствую тех, кто новый, у нас есть новые люди, которые нас посетили сегодня, Таевина, в первую очередь, и переехали в Ришин недавно, да, оказывается, следят за нами давно, кто бы мог подумать, да, вот, и Люба, Люба у нас как бы второй раз, но второй раз тоже, значит, понравилось. Слава Богу. Нет, третий разве? Ну, тем более, значит, все, тем более, слава Богу. На самом деле, это чудесное время, Рождество вообще, в принципе, время чудес, потому что в Рождество все ожидают каких-то, не знаю, событий, которые должны произойти в их жизни. Вы знаете, очень много людей, не буду как бы никого судить, но очень многие говорят, вот, это языческий праздник, который там что-то с Сатурном связан, еще что-то, конечно, может, оно и связано какие-то, так совпало, что с Сатурном, но вы знаете, те, кто лишают себя радости Рождества, лишают себя радости в Господе. Это мое глубокое убеждение, потому что Рождество, на самом деле, Бог специально скрыл от нас дату Рождества. Вот мы знаем только год, дату мы не знаем. Почему? Потому что, на самом деле, Иисус должен родиться у нас в сердце. А это можно праздновать хоть каждый день. Хотите празднуйте это зимой, хотите летом, хотите осенью, хотите весной, все равно. Главное, чтобы мы радовались в Господе, это действительно была радость искреннее, потому что Христос родился нам, каждому из нас. И об этом мы сегодня будем с вами говорить. Но, вы знаете, я думаю, что имеет смысл укрепить нашу веру. Почему Иисус родился нам? Почему мы говорим о том, что это наш Спаситель? Почему мы говорим, что это наш Господь? Хочу с вами немножко поделиться Словом Божьим. Это обычно уже в церквях редко делается, но мы будем с вами Слово Божие читать. Открывайте ваши Библии, читать будем много, но недолго. Я пообещал, что сегодня, я сам уже с трудом, как бы, ну вы понимаете, да, запахи еды рождественской проповедовать тяжело. Но будем смиряться. Хоть дверь закрыта, свет погашен, все равно. Вам-то ее не видно, эту еду, а мне-то видно. И запах. Аллилуйя. Давайте откроем с вами Луки, 2 глава, с 3 стиха. Мы чуть-чуть почитаем, как это было. И пошли все записываться, каждый в свой город. Каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Бетлехем, знаете, да, это 8 километров от Иерусалим. Потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и она родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. У всех так написано. Не было и места в гостинице. Кстати, сегодня тоже мест в гостинице нет. Потому что коронавирус. И внезапно... Нет, в той стороне, простите, были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал перед ними ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись они страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в перенах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога, и взывающее слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Аминь. Смотрите, что произошло. Все ждали прихода Мессии. Все знают, что Мессия, он сын Давидов. Это все знают. Но это не секрет. Пришло время, когда должен был появиться Мессия. Мы с вами о том говорили подробно в домашней группе. Сейчас повторяться не буду. Но пришло время, когда должен был Мессия появиться. И все знали, что что-то должно было произойти. Где-то должно было это случиться. Волхвы вообще за три года до этого знали, что это должно произойти. И они шли три года почти в Иерусалим с востока. Вообще неверующие люди. Они просто слышали когда-то древнее предание. Вот сейчас говорят, нету никаких исторических подтверждений событиям написанным. В Иерусалиме, конечно, есть. Мы знаем, и в Угарите были найдены письмена с похожими историями, которые уже освещались другими людьми того времени. Мы знаем, что это было и в Вавилонских писаниях, и в Римских писаниях. Иосиф Флавий об этом очень много писал. Мы знаем, что все, что там происходило, так и было. Но вот смотрите, что произошло. Пастухи спокойно сидели себе на поле ночью. Очевидно, было полнолуние. Потому что иначе они бы ничего не увидели бы. То есть было светло. И вот представьте себе, среди этого света ночного, вот мы рисуем такую сказочную ночь, Holy Night и так далее. И вот представьте, среди всего этого света вдруг является еще больше света, является ангел Господний, все воинство небесное. И начинают звучать голоса. И эти голоса совершенно не земные. Потому что если бы это были земные голоса, они бы не убоялись. Ну и знаете, пастухи, они народ такой. Они его на медведя могут завалить, если что. И льву там пасть порвать за каждую овечку. А тут голоса-то неземные. И они пришли в состояние страха, великого причем. То есть они испугались обычным человеческим страхом. И первое, что говорит им ангел, говорит, не бойтесь. Кстати, слово не бойтесь повторяется очень часто в Евангелии от Луки, в Евангелии от Иоанна, именно связанное с первыми днями того, что происходило в рождественские дни. То же самое было сказано Марии, то же самое было сказано Иосифу, то же самое было сказано первосвященнику Захарии. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, потому что все чего-то боятся. Ну, мы знаем почему. 400 лет Бог молчит. 400 лет Бог молчит, нет ни одного слова, сказанного через пророков. В храме служит непонятно кто, и люди хотят чего-то услышать, но когда они слышат неземные голоса, сверхъестественные, они начинают бояться. Когда происходят какие-то вещи в их жизни, они начинают бояться. То же самое происходит и с нами сегодня. Мы настолько привыкли жить в естественном, что когда приходит что-то сверхъестественное, мы... Нет, это, наверное, не от Бога пришло. А это сверхъестественное. Это Бог приходит и говорит, вот я, не бойтесь, я принес вам великую радость. Смотрите, что возвестили в этот день ангелы. Они говорят, что вся слава вышних Богу, ну так, слава вышних Богу, то есть там на земле слава вся принадлежит Ему, так же, как и на небе. На земле мир. А что такое мир? Какое слово используется там? Шалом. То есть целостность. Помните, последние слова Иисуса на кресте были какие? Свершилось. На самом деле, смотрите, когда это было предвещено. Целостность, то есть полноценность наступила на земле. И в человеках благоволение. То есть, Бог говорит, я благоволю к людям. Это колоссальный подарок человечеству. Колоссальный подарок, который люди готовы должны были принять. Кто-то принял, кто-то нет. Тоже об этом сегодня поговорим. И смотрите, что происходит дальше. Если мы с вами посмотрим на другую, или на ту же самую историю, только со стороны неверующих людей. Пастухи там были верующие, мы знаем, да? Они были евреи. Евреи все верили в виденного Бога. Они признали, что это ангел Господень. Они признали, что это воинство небесное. Они получили такое вот сверхъестественное откровение. Теперь, что увидели неверующие люди? Они увидели звезду. Помните? Волхвы увидели звезду. И с чем они это связали? Вот мы с вами всегда, когда толкуем Библию, мы пытаемся какие-то там аллегории выдумать и так далее. А волхвы слышали то же самое, что слышали когда-то и другие цари и народы, находящиеся на пути евреев из Египта. И вот там была провозглашена, эта книга числилась, если хотите, открывайте 2, 4 глава, с 15 стиха. Когда Валаама, помните, кто такой был Валаам? Билаам его на иврите зовут. Это пророк, который общался с нашим Богом. Их пророк, который общался с нашим Богом. Он слышал голос Божий, и он был мощный пророк. Он был очень мощный пророк. Но если бы он не был мощным пророком, его бы не пригласили проклясть целый народ, там почти 6 миллионов человек. его призывает Валак, царь местный. И говорит, вот тебе деньги, прокляни их. И тот понимает, что проклинать их нельзя. Понимает. Но все равно идет. Смотрит, с одной горы посмотрел, с другой горы посмотрел, с третьей горы посмотрел. А числа просто нет. Оно не заканчивается. И он говорит, разводите костер, приносите жертву. Сейчас, говорит, буду проклинать. И вместо проклятия у него произносится благословение на весь народ израильский. И одна из частей этого благословения звучит следующим образом. С 15 стиха. И произнес притчу свою и сказал. Говорит Валаам, сын Виоров. Говорит муж с открытым оком. Говорит слышащий слова Божьи. Имеющий видение или ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Кого его? Бога. Бога. Вижу его, но ныне еще нет. Но смотрите, что происходит. Он говорит, я вижу Бога, но мы знаем, что Бога не видел никто и никогда. О каком Боге идет речь? О сыне Божьем. Он говорит, вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Когда это было? Это было вообще за полторы тысячи лет, до того, как Иисус пришел. Восходит звезда от Якова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Муава, и сокрушит всех сынов Сифовых, Едом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. И вот волхвы видят вдруг явление небесное. Звезда. Яркая звезда, которую они до этого не видели, но они же знают, что это должно произойти. И она как раз на востоке. Написано, на востоке. Но что значит на востоке? Она на востоке не от них, она на востоке от нас. Потому что повествование-то идет здесь, из Израиля. И эта звезда ведет их куда? В Израиль, да, но куда? В столицу. А столица была Иерусалим. И вот Матфея, вторая глава, звучит так, с первого стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим. Они не в Вифлеем пришли. Они пришли в Иерусалим. Почему? Дальше есть объяснение. Волхлы с востока говорят, где родившийся царь Иудейский. Они даже предположить не могли, что царь родится не в царском дворце. Представляете? Не могли даже предположить. Ну для них, когда есть и царь, он должен родиться в царском дворце. Они пришли к царю Ироду. Где у вас тут царь родился? А им царь говорит, я царь. Они говорят, очень приятно, но где у вас царь-то иудейский родился? Ты, может, и царь, но иудейский-то где родился? Да? А дальше написано, смотрите. Ибо мы видели звезду его на небе, на востоке, и пришли поклониться ему. Представляете? Они приходят к царю, и говорят, мы пришли к царю поклониться. Он говорит, так кланяйтесь. Нет, мы к царю. То есть, они, как говорится, его на современном языке в упор не видят. Он для них не царь. Потому что царь, который должен был родиться, он должен был родиться в их глазах по пророчеству Валаама от Бога. Это должен был Бог родиться. Услышав это, Ирод встревожился. Я бы тоже встревожился на его месте. Ну, кстати, приходят к царю и говорят, ну, а где царь-то, собственно? Я говорю, корону так поправлю. Ну, я царь. Они говорят, нет, нет, нет. Тут у вас где-то царь должен родиться. Встревожился, и весь Иерусалим с ним. Весь Иерусалим пришел в движение. Царя не признали. Говорят, царь не настоящий. Помните? Иван Васильевич меняет прокрессию. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском. Потому что было два Вифлеема, знаете, да? Один был иудейский, один и Вифлеем на севере. Ибо так написано через пророков. И ты, Вифлеем, земля иудина, ничем не имеешь воинств иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ира тайно позвал их лов, выведал от них время появления звезды, и, послав их, Вифлеем сказал, пойдите тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, я тоже пойду ему поклонюсь. Хитрый какой. Не знал, с кем дело имеет. С самим Богом. Они выслушали царя, и вся звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовали с радостью весьма великой. Смотрите, там ангелы возрадовали с радостью великой. И пастухи послушались и пришли. А здесь неверующие люди возрадовали с радостью великой. А потому что они Бога, наконец, увидели. И вошедши в дом, увидели младенца с Марией и матерью его. Говорите, то же самое, что предвещали ангелы пастухам. Они видят то же самое. Свидетельство двоих есть истина. И падши поклонились ему, открывши сокровища свои, принесли ему дары. Золото, ладан и смирна. Уже говорено много раз, что это означает? Золото, ладан и смирна. Золото носили царям. Ладан носили священникам. Смирну носили покойникам. И вы думаете, Мария не знала, о чем идет речь? Конечно, знала. Представляете, родителям принесли в подарок. Вот вам как царю, вот вам как священнику, вот вам как покойнику. Но помните, что сказал ангел Господень, когда явился Марии? Он сказал, не бойся, ты обрела благоволение в очах Господа. Она это запомнила, а не смирну. Те, кто описывали ситуацию, конечно, запомнили больше смирну, чем благоволение в очах Господа. Кому что? Но она запомнила благоволение в очах Господа. И не написано нигде, что она убоялась. Там, конечно, многие говорили, много написано, но она складывала в сердце своем. Складывала. Пускай лежит. Пускай лежит, потом посмотрит. Теперь, при чем тут Мария, собственно говоря? А Мария вот при чем. Давайте откроем с вами Исаию. Седьмая глава, 14 стих. Итак, там помните, да, что Иудеи, Иисус же говорит, иудеи ищут чудес, знамений, а язычники чудес. Просили пророка, дай знак. И он их обличает. Он обличает всю главу, обличает, обличает по главе. А потом, значит, седьмой стих. Итак, сам Господь даст вам знамение. Господь даст знамение. Все, дева во чреве принят и родит сына. Когда это написано? Почти за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Почему апостолы утверждали, что они нашли того, о ком писали Моисеи и пророки? Потому что здесь написано, дева примет во чреве и родит сына. Помните, что когда она забеременела, она сказала, как это будет? Я же даже мужа своего не знаю. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. И прежде, нежели тот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля, на которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями. О какой земле идет речь? О земле, которая была объединенной, а потом поделилась на два царства. И двоих царей там не было. Не было. Был один царь в Иудее, и тот ставленник. И потом в девятой главе Иисайя говорит, ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник. Мы до сих пор советуемся со Христом. Но по факту. Это самый чудный советник. Потому что он знает намерения свои о нас, во благо, а не во зло. Мы точно знаем, что ничего плохого не посоветуют. Бог крепкий. В псалмах написано, имя Господа, крепкая башня убегает в нее праведный и безопасный. Отец Вечности. Он дает нам вечную жизнь в Своем Воскресенье. Князь мира. Имеется в виду не князь этого мира. В правильном переводе Сар-Шалом, это принц мира. То есть он владыка целостности. Сар-Шалом там написано. И знаете, некоторые здесь, те, кто верят во всякую гематрию и все остальное, они не любят нигде писать на английском языке слово ПИС. Они везде пишут английскими буквами слово Шалом. Я спрашиваю, почему не написать ПИС? Потому что ПИС слышится как ПИС, как кусок. На английском, знаете, ПИС и ПИС, они слышатся одинаково, пишутся по-разному, но слышатся одинаково, как кусок. Шалом, это шалем, это целостность. И он как раз назван принц мира, то есть владыка целостности. У нас в доме живет, кстати, отец вечности. Авиад его зовут. Авиад это отец вечности. Если у вас среди знакомых есть Авиад, то это отец вечности. Так вот, 1 Тимофея написано. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. И вы знаете, тогда еще, вот в эту рождественскую ночь, когда только горела Вифлеемская звезда, когда пришли только волхвы, когда пришли пастухи, которые держали стражу, тогда все это еще было непонятно. То есть понятно, что что-то произошло. Что-то в этот день произошло. Знаете, как сегодня любят писать рождественские открытки. Было миллион ночей на свете, но только одна стала началом новой эры. Так и да. В эту ночь началась новая эра. Потому что благодать пришла до этого через закон. Но как-то еще существовали, потому что благодать Господня обновлялась каждое утро. И мы благодаря этому были живы. Но пришла новая благодать. И этой благодати нет конца. Потому что написано, что царство его будет вечно. Этой благодати нет конца. И мы с вами говорили на прошлом нашем служении, что у каждого из нас по рождению был приговор. И этот приговор сжечь. Мы все должны гореть в аду. За все наши грехи. Но Бог дал нам самый лучший подарок на этом свете. Он подарил нам жизнь своего единственного сына. Знаете, очень многие деятели от других религий, в частности от ислама, говорят, что же это за Бог такой, который своего сына отдают за каких-то там людей. И вообще у Бога нет детей. Вы знаете, если бы это было так, то первое поколение от Бога согрешило в раю. Первое поколение. Прямо вот. Он только что создал их, вот они. Раз и согрешили. Но он почему-то их не сжег. И не сделал новых. Он запустил программу искупления. И именно поэтому должен был прийти в мир Мессия. И Бог дал этот дар. Вы знаете, я слушал проповедь, не проповедь, беседу с пастором Мацолой, старший пастор слова жизни, знаете, да? И он сказал потрясающую вещь. Мне прямо вот из всего, наверное, всего, что он говорил, это больше всего зацепило. Он забрал подарок у одного из служителей, которому он дал Гердека, иди, свой подарок сюда. Вот смотри, говорит, не важно, что я в этот подарок положу. Не важно, как я хочу тебя благословить. Не важно, какой ценности подарок будет лежать внутри. Важно, хочешь ли ты его принять. Бог дал подарок, ценнее не бывает, искупление грехов, примирение с Небесным Отцом, дар вечной жизни, искупление от всех проклятиев, исцеление всех болезней, успокаивает всех труждающихся и обремененных. Готов ли человек его принять? Готов ли человек, которому этот дар дан, его принять? И вы знаете, мир поделился в ту ночь на тех, кто да, готов, и на тех, кто не готов. Потому что иногда мы ждем подарка, а когда раскрываем его, это совсем не то, что мы ждали. То же самое было с Иисусом. Все ждали воинствующего маковея на коне, а пришел небольшого роста человек с пустыми руками, на ослике, причем не своем. И говорит, любовь, то, что спасет мир. Но не человеческая, потому что, знаете, пацифисты очень часто используют, что любовь спасет мир. All you need is love. Все, что тебе нужно, это любовь. Нет. Все, что тебе нужно, это Иисус. Потому что в нем есть полнота. Он сар, шалом. Можно долго пытаться загладить все наши внутренние проблемы с помощью азартных игр, наркотиков, алкоголя, развлечений. Всю штуку, все, что предлагает сегодня мир. И этого нет в церкви. Потому что церковь не в состоянии предоставить всех этих плотских удовольствий, которые есть сегодня в мире. По факту. Не может. Нету таких. Но когда человек приходит домой после всех этих развлечений и остается один на один сам с собой, он понимает, что в его сердце есть огромная дыра, которую ничем не заполнит. И с каждым днем, когда он просыпается, она становится все больше. И наркотиков нужно все больше. И алкоголя нужно все больше. И забытья в развлечениях нужно все больше. И только один может заполнить эту пустоту. И его имя мы знаем. И вопрос, готов ли человек это принять. И сегодня очень многие люди, вот ночью, если вы когда-нибудь выезжали, вообще мы в этот раз не поехали, а вообще, в принципе, когда вы поедете, может быть, на следующий год вам удастся поехать куда-нибудь из католических церквей. Их много. Да, в Яфу здесь прекрасная церковь большая, святого Петра, красивая. Вы туда не попадете внутрь. И не потому, что там много верующих. Там полно неверующих. Потому что все хотят прийти и посмотреть, что же такое на протяжении двух тысяч лет. Так радостно отмечают те, кто называют своим Господом Иисуса из Назарета. И вы знаете, я знаю многих людей, которые покаялись именно в Рождество. Не в Песах, когда мы много говорим об искуплении грехов, когда мы много говорим о чем-то, ну я не знаю, о чем-то решающем проблемы. А именно сейчас, когда родился младенец, он беззащитный младенец. Он еще ничего не сотворил. Он еще ничего, никаких чудес не начал. Его еще нужно защищать. Его нужно унести срочно в Египет, чтобы его не побили стражники царя Ирода. Но в мире появился дар, который кто-то хотел принять, кто-то не хотел. И еще одно важное, что сказал пастор Мацулова в своем выступлении, он сказал, что есть очень важный момент, когда мы хотим тоже стать кому-то благословением. Иисус благословил нас своим рождением, своим искуплением, даром вечной жизни, да много чем. И мы хотим тоже стать благословением. Но мы не знаем, кого благословить. Благословишь этого, этот обидится. Благословишь этого, этот обидится. И знаете, у нас вот здесь стоит корзина для пожертвований. И эта корзина послужила в этом году, я вам могу сказать, в этом году конкретно, она послужила очень многим в разных местах мира. Никто из нас, кто жертвовал эту корзину, не знает. Ну, кроме тех, кто переводил деньги, понятное дело. Кому они пошли на пользу. Но вы знаете, что за каждый шекель, который был пожертвован из вот этой корзины, мы получили массу благословений. Каждый из нас. Потому что благословляли всю нашу общину. Люди не говорили о нас плохо, они говорили о нас хорошо. Они благословляли каждого из нас. И я вижу, как Бог двигается через это. И Писание говорит, что будем делать добро наипаче своим по вере, пока не оскудеем. Потому что пожнем, если не устанем. И я призываю вас сегодня, в этот день, каждый по расположению сердца своего пожертвовать еще. Потому что мы являемся благословением, и многие люди благословились. Потому что мы с вами царственное священство. Это одно из главных пониманий, пожалуй, которое нужно унести из любого храма. Что мы с вами, каждый из нас, царственное священство. Мы священники, мы левиты. Левиты не те, кто стоит здесь на сцене и прославляет. Мы все левиты. Мы все священники великого царя. Так Бог сказал. И священники всегда жили за счет десятины пожертвований. И по факту мы существуем здесь, в этом помещении. И многие благословились за счет этого, из-за десятины пожертвований, которые приносятся в эту корзину. Я призываю вас в эту рождественскую ночь стать благословением для других. Мы не знаем, кому в следующий раз понадобятся эти деньги. Но они обязательно кому-то понадобятся. Если Бог благословляет нас, то мы должны сами стать благословением. Это написано в книге Рут. Когда первое, что сделал Буас, когда пришел на свои поля, что он сказал? Благословены вы именем Бога. И тогда ему в ответ дали благословение. Сказал бы он что-то другое, вряд ли получил бы благословение в ответ. Но мы благословлены, и мы будем высовождать благословение для других. Я предлагаю сейчас помолиться за то, чтобы Иисус действительно родился в нашем сердце. Знаете, понятное дело, что мы все верим в Иисуса, мы все провозглашали Его Господом и Спасителем. Мы все во время крещения, да и каждый день иногда говорили, что мы будем служить Ему доброй совестью и принимаем Его своим Господом и Спасителем. Но вы знаете, день рождения у человека бывает каждый год. И это напоминает ему о том, что он когда-то не существовал на этом свете, а сегодня существует. Это совсем не для того, чтобы напомнить ему, сколько ему лет. Но это напоминает ему, что его когда-то не было, а теперь есть. Что когда-то Бог его простил, когда его еще даже на свете не было. И он рожден уже, потенциально прощен, ему нужно только принять этот дар. И в этот момент как раз должен родиться Иисус в нашем сердце. Вот это я хочу, чтобы мы помолились сейчас с вами. А потом мы продолжим славить нашего Небесного Отца. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты высвободил эту великую благодать в сердца каждого из нас. За то, что Ты, Господь, являешь свою милость в том, что дал нам Спасителя. И Он рождается сегодня в нашу жизнь. Он рождается в наши сердца. Он рождается в наши дела. И мы сегодня можем славить Его здесь, не отходя с того места, где мы находимся. В своем сердце, потому что Он живет в нашем сердце. Господь, Ты сделал нас каждого храмом Святого Духа и храмом Великого Бога. Господь, мы просим Тебя, чтобы сегодня особенным образом Ты коснулся каждого из нас. Для того, чтобы каждый из нас сегодня получил осознание на уровне веры, на уровне знания, на уровне чувствования, что Иисус родился в нашем сердце, в нашу жизнь. И в этом есть слава Вышних Богу. На земле мир. И каждому из нас Твое, Отец, благоволение. Потому что мы знаем, что через веру в Господа Иисуса Христа мы имеем мир с Богом. И теперь никто не может судить детей Божьих. Потому что Бог оправдывает их. Бог оправдывает нас. И я провозглашаю сейчас имя нашего Великого Царя на каждого из вас. Потому что Бог сказал еще в пустыне, что нужно провозглашать это благословение. Потому что тогда имя будет на каждом, и этот человек будет благословлен. Аллилуйя! С Рождеством Христовым вас! И давайте продолжим славить нашего Великого Отца!